На девятом десятке жизней ютятся в сарае. Пенсионеры Зайцева из Марьинки лишились дома в 2014-м. Осколки снаряда разрушили стены и крышу. Пенсионеры скитались по родственникам и домам престарелых, но вернулись на пепелище. Историю продолжит Оксана Крачма. Всю жизнь строился, строился, вроде все нормально, вдруг ничего не стало. В собственный дом Николай Зайцев заходит редко. Здесь все напоминает о трагической августовской ночи 2014-го. Трещины на стенах, разгромленная мебель и старинные часы, стрелки которых замерли. Тогда жилые кварталы Марьинки накрыла артиллерия. Один из снарядов разорвался возле дома Зайцевых. Выбило стену. Пенсионеры чудом выжили. Мольняя, как залетела в хате, все погорело. В прошлом году супруги зимовали в доме престарелых. В этом вынуждены были вернуться на руины. Проходите сюда. Вот мы здесь сейчас находимся. В маленькой коморке раньше был курятник. Теперь это и гостиная, и спальня, и кухня. Соловей жарю, картошкой на честью взяла. Приготовить ужин нужно успеть до вечера. Потом начинаются обстрелы. И старики бегут в подвал. Самодельная кровать и теплые вещи там всегда на готове. Мы уже знаем, когда. Там из 7 до 8 или до 10 обстрел. Вот он на старте. Но даже днем на улицах опасно. Вы слышите стрельбу? Вот так и живем. Анатолий Стрыбиш живет на соседней улице. Недавно два снаряда разорвались посреди его участка. Ворот нет, забора нет, крыша побитая, вы видели. Ну, яма. Вот это было полтора метра. Где взять деньги на восстановление дома, Анатолий Григорьевич не знает. Живет один, все до копейки тратит на лекарства. Даже на еду порой не хватает. Вы донесете? Давайте. Давайте, я вам помогу. Давайте. Мирных жителей Донбасса третий год поддерживает гуманитарный штаб Рината Ахметова. Выдали более 10 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. В Маринке работает стационарный пункт. Немощным волонтеры привозят наборы выживания на дом. Здравствуйте. Помощь. Ой, спасибо. Помощь. На глазах супругов сразу появляются слезы. Для них такая забота очень важна. Рината Ахметова, великое спасибо. Хай ему Бог здоровья даешь, он нам помогает. Сочувствую людям, которые попали в битву. Спасибо ему за это. Всю жизнь Николай Яковлевич разводит голубей. До войны было две сотни. Сейчас осталось всего девять. И пока живы они, жить хочется и старику. Хоть станешь, с ними поговоришь. Хотелось бы себе трошки пожить. Хоть не стреляли бы.